Если видно и слышно, поставьте мне огонёчек, пожалуйста. И особенно сейчас у меня микрофончик. Если сейчас хорошо видно и слышно, огонёчки поставьте, пожалуйста. Всё замечательно, и мы сегодня поговорим на очень важную тему формирования социальных навыков у детей с ОВЗ. И, наверное, для воспитания и для развития ребёнка с ОВЗ это самая главная задача. Ну, даже честно, это, конечно, личное мнение, но я вижу, что это так. Иногда даже важнее, чем научиться писать и читать. Ну, вот как-то так. Давайте посмотрим, что же такое социальные навыки или, как мы ещё называем, социальная компетентность. Это система знаний о социальной действительности и о себе, как и о социальном человеке. И эта система знаний, она достаточно сложная. Там много разных знаний и много разных умений, которые нужно ребёнку натренировать. И если он сможет это натренировать, то сможет очень быстро адаптироваться в любой ситуации, даже если эта ситуация новая, учитывать то, что происходит вокруг него, и извлекать наибольшее количество выгод из той ситуации, в которой он находится. И социальная компетентность, она включает в себя несколько разных частей. И я хочу сейчас очень быстро эту часть перечислить, потому что, когда мы пользуемся своими социальными компетенциями, мы это не осознаём. То есть, если нас хорошо научили уже быть в обществе, тогда мы это делаем, то, что называется, на автопилоте. И когда мы начинаем учителей воспитывать детей с УВЗ, мы считаем, что у них это тоже на автомате должно воспитаться, а вот не получается. Итак, части социальной компетентности. Оперативная социальная компетентность – это знание о социальных институтах и структурах. То есть, где больницы, что в ней делают, как доехать от остановки до другой остановки, что делают в магазине, как купить товар и так далее. То есть, осведомлённость о том, как устроена вокруг человека жизнь. Следующее – это вербальная компетентность, это умение говорить вовремя и по делу. И вы, наверное, тоже замечали, что дети с УВЗ, они часто говорят не совсем вовремя, могут встрять в разговор, могут сказать то, что говорить нельзя. Дети-нормотипики тоже это делают, но они очень быстро обучаются тому, что нельзя делать. А вот дети с УВЗ продолжают это делать довольно долго, пока их не научить специально. Коммуникативная компетентность – это умение пользоваться моделями поведения, которые есть у нас у всех. Например, знакомиться, например, рассказать о себе, спросить что-то у другого человека, найти точки соприкосновения, завязать общение, договориться о чём-то, выйти из конфликта. Вот эти вот все коммуникативные навыки, нам их приходится разучивать с детьми с УВЗ. Дальше – знание культурных норм, традиции, этикета и ориентация в коммуникативных средствах, то есть знать, где взять информацию. Ну вот одна барышня, недавно барышня с УВЗ, с которой я занимаюсь, довольно взрослая уже, и она у меня поделилась проблемой. Вот небольшой такой пример, чтобы было понятно. Я, говорит, купила шампунь, начала мыть голову, а он не моет. Ещё раз голову намылила, а он снова не моет. Потом взяла, всё-таки посмотрела на этикетку, а там написано «бальзам». Вот, то есть человек не всегда может найти информацию о чём-то, даже если эта информация в очень простом виде. И тоже этому приходится учить. Дальше – социально-психологическая компетентность. Например, как не обидеть человека, что делать, чтобы тебя не обижали, ну и так далее. Как разобраться в эмоциях своих и других. И это эго-компетентность, то есть представление о том, а кто я такой, какой я национальности, в какой стране живу, какого я пола, какой семье принадлежу, какие у меня есть сильные стороны, где мне нужна помощь, кого нужно об этой помощи просить, как мне себя успокоить, если я в ярости, и много-много чего ещё. То есть здесь фронт работ у нас с вами огромный. И смотрите, чтобы было понятно, что нам нужно сделать, я предлагаю сейчас на минуточку влезть, то, что называется, влезть в шкуру ребёнка с ОВЗ и попробовать перечислить. Давайте прямо в чате перечислим, а какие навыки нужны ребёнку, чтобы сделать покупку в магазине. Нам это сложно представить, что вот эти единичные навыки нужны, потому что мы покупки в магазине совершаем на автопилоте, думая о чём-то своём. Так же бывает, думала-думала, там сочиняла план урока, в результате зашла в магазин, в голове план урока, руки уже складывают пакетики, то, что нужно, и ноги несут на кассу. А теперь мыслим так, как будто бы вот этого автоматизма у нас нету. Тогда что? Какие навыки нужны будут ребёнку? Ну, вот смотрите, коммуникативные навыки – это такое общее название, да? А какие конкретно? Уметь говорить, уметь думать, какой товар нужен, где этот товар лежит, цена, правильно, да, давайте ещё. Как прочитать цену, как посчитать деньги? Ну и в конце концов, для ребёнка с ОВЗ может быть проблема даже опознать продавца, да, то есть найти среди всех людей, которые ходят в магазине по каким-то признакам продавца. Так, попросить взрослого помочь, рассчитать цену, заплатить на кассе, ориентация, владение счётом. Вот, всё прекрасно. Смотрите, например, ещё к этому добавим, найти магазин среди других зданий, то есть знать признаки, по которым магазин отличается, например, от жилого дома или от аптеки. Вот, найти нужный магазин, чтобы не пойти за яблочками в мебельной, да, выбрать нужный товар, прочитать информацию на этикетке и ценнике, найти продавца, попросить помощь, оплатить покупку. Не бояться, не испугаться, да, саму составить список нужных товаров, ну, до этого иногда лет за 10 можно дойти с ребёнком в СОВЗ, но вот тем не менее. Следующий пример. Какие навыки нужны, чтобы пользоваться транспортом? Тоже простая ситуация, которая у нас не вызывает никакого осложнения, да, тут умение определить нужный транспорт, то есть знать, как выглядит автобус-роллейбус, где написан его номер, да, это не номер, который там ГИБДД считывает, а номер маршрута, да, знать номер маршрута, знать остановку, уметь оплатить билет, уметь вычислить кондуктора среди других людей, да, понять, что этот человек кондуктор, и ему денежку дать, а не другому пассажиру, вот, много-много тоже разных умений для того, чтобы сделать поездку нормальной, вот, тоже подводим итоги, найти остановку, определить вид транспорта, увидеть нужный маршрут, оплатить проезд и выйти на нужные остановки. Удобно разместиться, еще спасибо вам за это, да, удобно разместиться. Ну что ж, теперь понятно, какие социальные навыки нужны, чтобы обучаться в школе. Это у нас были бытовые социальные навыки, когда ребенок просто как-то живет в этом пространстве. Чтобы учиться в школе, что нужно? Ну, желание, конечно, желание учиться в школе, и это, кстати, тоже такое социальное желание, да, захотеть учиться, захотеть стать умным, его еще нужно тоже достичь. Понимание, мотивация, знать свой возраст, интеллект, коммуникабельность, психологическая устойчивость, да, умение ладить с ребятами, много-много чего еще. Вот, я вам перечислила, смотрите, умение использовать речь как средство коммуникации, то есть общаться не кулачками, а словами, умение воспринимать информацию, контролировать свое поведение, знание школьного этикета, это тоже важно, ориентировка в пространстве, навыки самообслуживания, и кроме того, то, о чем мы взрослые забываем очень часто, это знание кодекса чести детского коллектива. То есть не ябедничать, не играть, вернее, играть честно, не ябедничать, не подглядывать, и как раз детки с нарушениями очень долго не могут усвоить этот кодекс чести, потому что взрослые научили всему, но не этому. Этому должна была научить дворовая компания, но с ней случились проблемы как раз из-за ОВЗ. Но и зачем мы детей обучаем? Потому что человек, который владел социальной коммуникацией, чувствует себя более безопасно, защищенно, уверенно, и может эффективно действовать в любой обстановке, либо сам, либо с помощью людей, которые находятся вокруг и готовы прийти на помощь. И сейчас точно так же быстро и кратко я покажу некую такую историю о формировании социальных навыков. Зачем нам это в ракурсе обучения детей с ОВЗ? Чтобы знать, на какой ступени сейчас ребенок. Потому что в формировании социальных навыков, как и в другой реабилитационной работе с детьми ОВЗ, есть такой нерешимый закон. Мы начинаем работать с той ступени, где у ребенка возникли нарушения. Даже если это прекрасная 17-летняя девушка, но она не умеет заправлять постель и мыть свою посуду за собой, тогда мы идем на этот уровень, на уровень дошкольника и начинаем работать на этом уровне, постепенно продвигая человека к совершенству, к взрослению. Поэтому это норматив, это норматив, и можете проверять, насколько расходятся с нормативом детки с ОВЗ, которые находятся у вас в воспитательном процессе или в обучении. Итак, от рождения до года. представление, что есть я, есть окружающий мир и установка коммуникации. Если этого представления по каким-то причинам не формируется, то не возникает коммуникация, и тогда мы можем наблюдать картину у ребенка с раз. Как раз раз – это расстройство, которое возникает вот в этом возрасте, когда у ребенка не складывается представление, что есть я отдельно, и окружающий мир отдельно, и нам с ним как-то надо коммуницировать. Дальше – это обучение эмоциональной коммуникации, то есть умение с помощью эмоций передавать свои желания. Накопление впечатлений в окружающем мире, создание представления о себе на основе высказываний, действий родителей. И это тоже очень интересно. И иногда, не иногда, часто приходится это поправлять, и это формирование жизненной позиции. Создание представлений о себе. Если мама с папой говорят, «Ах, ты какой молодец! Просто здорово! Мы так тебя ждали! Ты так хорошо ориентируешься в этом мире! Ты прекрасный мальчик!» Ну и множество вот таких родительских. А кто у нас сладенький, а кто у нас тут на ножки встал и пошёл, тогда ребёнок создаёт представление о себе как о хорошем, удачливом, долгожданном, желанном человеке. А если родители тоже по доброте душевной говорят, «Ой, мы болели, мы лежали в больнице, и нам вот ещё предстоит лежать в больнице, ребёночек у меня слабенький», ну, представление о себе складывается таким же образом и формируется жизненная позиция. Жизненная позиция — это представление о том, хороший я или плохой, и хорошая или плохая жизнь вокруг меня. То есть если всё прекрасно, тогда я хороший, мир хороший, и это человек, который готов побеждать. А если в жизни что-то не сложилось, то я плохой, и мир плохой, и это человек, который будет по жизни не побеждать, быть неудачником. Ну, и вы себе представляете, каким часто бывает детство ранее у детей с ОВЗ. Это, да, это реанимация, больница, какие-то очень малоприятные процедуры. И таким образом формируется жизненная позиция о том, что я плохой, я несовершенный, и нам приходится потом с этой жизненной позиции разбираться уже в психологическом консультировании. От года до трёх формируется речь, это здесь самое главное в социальном развитии, тренируются навыки самообслуживания, то есть примерно к трём годам ребёнок в состоянии сам себя обслужить, то есть себя накормить с ложки, предоставленной едой, а есть такие вундеркинды, которые сами себе греют еду уже в этом возрасте, себя одеть в ту одежду, которая выбрана по погоде самостоятельно, естественно, воспользоваться туалетом, сделать другие гигиенические процедуры, ну вот, ребёнок всё может делать сам. В это время уже ребёнок способен действовать по инструкции взрослого, но не всегда реагирует на запреты, ещё вот эта структура мозга не развивается, и появляются социальные эмоции, обида, злость, стыд, сострадание. И ребёнок часто копирует действия взрослых и учится таким образом быть социальным человеком. В возрасте от трёх до шести лет социальная среда уже становится очень и очень богатой, и здесь ребёнок взаимодействует и с материальными объектами, это действие с разными предметами, и со взрослыми, это умение договориться и звать на помощь, это сверстники, и это культурная среда, то есть всё то, что ребёнка окружает, фильмы, мультфильмы, городская структура и так далее. В это время речь становится основным средством общения, и появляются два потока общения, две ситуации общения, самое главное, со взрослыми и со сверстниками. Ребёнок осваивает пространство за пределами дома, начинает ориентироваться уже и в среде большого города, и в массе людей, есть социальные ориентиры, и очень хорошо усваивает нормы, правила, этикет, ритуалы, всё, что в обществе, в котором растёт ребёнок, принято. И здесь очень важно, именно на этом этапе, с 3 до 6 лет, научить ребёнка определять границы, усваивать ролевое поведение, освоить навык самопрезентации, то есть рассказы о себе, научить правильной коммуникации и научиться ориентироваться в окружающем мире. Это от 3 до 6. Чуть-чуть побольше на слайде, но в принципе это я вам уже рассказала. Дальше. Младший школьный возраст. Младший школьный возраст – это появление учебных навыков, и это больше, чем умение сложить 2 плюс 2 и прочитать слово. Это умение слушать, обращаться за помощью, следовать полученной инструкции, доводить дело до конца, задавать вопросы, вступать в обсуждение и говорить о своих потребностях. Также навыки общения со сверстниками, такие как умение знакомиться, умение правильно присоединиться к играющим, чтобы не выгнали из игры. Знаете, как правильно к играющим присоединяться? На стороне какой команды проигрывающей или выигрывающей нужно присоединяться? Напишите в чат, пожалуйста. Умение проявлять симпатию или антипатию, предлагать помощь, делиться, извиняться. Вот такие чудесные качества. Ну и то, что связано с эмоциональной компетентностью, то есть здесь уже распознавать чувства, основные чувства, понимать, какие эмоции испытывает собеседник, понимать, какие эмоции приходят к ребёнку и как-то реагировать. Да, совершенно верно. Присоединяться лучше к проигрывающей команде, потому что они с большей долей вероятности примут, и им люди нужны, им хочется выиграть. Вот. И навыки саморегуляции – это умение проигрывать, умение говорить «нет», справляться с ситуацией отказа и не впадать в истерику, справляться со смущением и умение снимать собственный стресс с помощью двигательной активности. Вот такие вот важные навыки, плюс ориентирование в окружающем мире, то есть огромный-огромный пакет навыков ребёнок должен усвоить в детстве. Что же у нас получается с детьми с ОВЗ? Как ситуация обстоит с ребёнком, который находится под воздействием какой-то болезни или особого состояния? На вот этот процесс социализации с разных сторон давят два фактора. Первое – это внешние факторы, то, как относятся к человеку, подрастающему человеку, окружающий мир. А второе – это собственное состояние здоровья, которое тоже очень сильно мешает. Давайте начнём с собственного состояния здоровья. Смотрите, общая черта всех детей с ОВЗ – это недостаток энергии. Энергия нужна для того, ну мало того, что она вырабатывается, иногда не очень хорошо, но она ещё и нужна для того, чтобы выздоравливать, а не для того, например, чтобы обучаться коммуникации или каким-то другим наукам. Это всегда будет по остаточному принципу – сначала выздороветь. Поэтому есть недостаток энергии. Коли энергии не очень много, замедляется сенсорное развитие, то есть у ребёнка меньше энергии, чтобы там всё потрогать, пощупать и так далее. Раз замедляется, растягивается во времени сенсорное развитие, возникают речевые нарушения, потому что речь возникает, когда у ребёнка накоплен сенсорный опыт. Возникают речевые нарушения, возникают нарушения в коммуникации, потому что коммуникация осуществляется с помощью речи. Раз нарушается коммуникация, ребёнок остаётся в одиночестве и некое общее ощущение неуспешности, сниженная самооценка у него появляется и прогрессирует, если это не остановить. А останавливать надо, потому что вот все эти проблемы, которые есть у ребенка, они накапливаются, имеют склонность увеличиваться, и это такой страшный эффект снежного кома, например, когда есть речевые нарушения, какие-то у ребенка, речевые нарушения провоцируют сложность в коммуникации, ребенок остается один, избегает коммуникации, и коли он не может быть с другими людьми, то речь не совершенствуется, речевые нарушения еще нарастают, вместе с ними нарастает сложность в коммуникации и так далее, и так далее, то есть ребенку становится очень трудно общаться. Ну и немножко про внешние факторы, которые воздействуют. То есть внутренний фактор, самый главный, это недостаток энергии и все замедленные процессы, которые мы должны будем как-то простимулировать. А внешние факторы, на которые мы можем хотя бы косвенно повлиять, это родительская позиция и отношение в обществе к людям с ОВЗ. Начнем мы с родительской позиции, и здесь самое главное, что вам нужно представить, что родители, родители детей-инвалидов, они очень разные люди и очень по-разному относятся к болезням своего ребенка. Вообще болезнь ребенка, она проживается как горе, есть стадии принятия горя, вот здесь табличка на слайде, то есть в любом случае, когда с нами что-то случается, мы сначала пытаемся не видеть это, говорим, что нет, нет, это произошло не со мной, потом возникает злость, потом попытка поторговаться с окружающим, потом депрессия, когда есть упадок сил, и затем уже, если мы все эти стадии проходим, то возникает принятие ситуации. Вот родители детей с ОВЗ, они примерно этот же путь проходят, но если человеку на этом пути не помочь, тогда он может застрять на какой-нибудь из стадий, и вы можете столкнуться с разными вариантами отношения родителей к ребенку с ОВЗ. Есть вариант такой игнорирования проблем, когда, это очень часто вы с этим встречаетесь, когда ребенка приводят в детский сад, мама отбывает на работу, при этом она говорит, не, он нормальный, вот, это просто вы его разозлили. Дома все нормально, а то, что происходит, это только в детском саду, то есть бьется головой о стены, не смотрит в глаза, это только у вас, это вы виноваты, то есть игнорирование проблем. Может быть, отвержение ребенка, когда родители, ну, как бы, разрывают с ним связь, за ним могут ухаживать и все, но не принимать как своего. Может быть, гиперопека, когда ребенку не дают шагу шагнуть вообще, не дают самостоятельно что-то попробовать в этой жизни. И, да, один случай тоже, который я наблюдала, и с моей точки зрения это очень страшно, когда девочка с ДЦП, уже достаточно взрослая, она могла ходить с костылями, ножки передвигать, но это было некрасиво, и мама сказала, что она ходить не будет, потому что над ней все смеются, она будет ездить в инвалидной коляске. Ну, и постепенно со временем навык ходьбы атрофировался, и девочка осталась в инвалидной коляске на всю жизнь. Вот, мама не дала ей рискнуть, поэкспериментировать и походить самой. Еще один вариант мученичества, когда мама всем и везде рассказывает, как она страдает от болезни своего ребенка, как ей это тяжело, как она бегает по врачам, как она покупает лекарства, что войдет на процедуру и какая она вообще молодец. Ну, и здесь ребенок чувствует себя при такой маме вечным больным, и самое ужасное вот в этой ситуации, когда мама мученик, это то, что такие мамы выздоравливать своему ребенку не дают, иначе ей будет некуда деться, а ей уже так хорошо в своей роли. Ну, и, к сожалению, очень редко встречается адекватное принятие, когда ребенка принимают со всеми проблемами и помогают эти проблемы решить. Ну, и вообще, в принципе, есть некий такой образ болезни в семейной системе, есть здоровая семейная система, и там болезнь как обстоятельства принимается. Вот, то есть здоровая система – это когда у каждого человека есть свои собственные цели, когда семья гармонична, когда друг другу разрешают быть всякими больными, здоровыми, растущими, стареющими, маленькими и большими, когда люди не зациклены друг на друге, и тогда болезнь, да, будет обстоятельством, то есть есть жизнь, и в этой жизни есть, ну, такое обстоятельство. Нужно принимать таблетки, например, да, или нужно колоть уколы. Ну, мы можем взять эти таблетки в таблетницу и отправиться в поход далеко. Наша жизнь не прекращается. И бывает нездоровая семейная система, в которой болезнь является членом семьи, которая несёт какую-то функцию. Ну, например, больной ребёнок объединяет папу и маму, чтобы они не разводились, и они вместо того, чтобы разобраться в своих отношениях друг с другом, начинают активно лечить ребёнка. Или точно так же включается бабушка, которой нечем себя занять, потому что она не научилась коммуницировать, да, за всю свою жизнь, и она начинает активно лечить ребёнка, и вот с этой ситуацией тоже очень сложно разобраться. Вот. Это то, с чем мы сталкиваемся, и как мы можем это решить. Методы работы я все перечислила, но сегодня хочу рассказать о тех, которые, ну, от меня ещё не звучали, они новые, современные, и я думаю, что это будет интересно. Про игровую терапию вы, конечно, всё знаете. Про нейрокоррекцию я тоже уже рассказывала. Это арт-терапия, телесная терапия, которая включает использование нетрадиционных методик, краснообразных. Это кинезиология и нейро-йога, и всё-всё-всё. Это социальные истории и сказки, про которые я расскажу. Это работа с семьёй и инклюзивные специальные мероприятия и проекты. Вот такие методы работы. А теперь я хочу рассказать про модель пошагового обучения. И эта модель будет универсальной, потому что с помощью этой модели мы можем любой социальный навык у ребёнка развить. Я хочу показать эту модель на навыки самообслуживания. Я думаю, что это для многих актуально. Кому актуально обучение самообслуживания детей с ОВЗ, поставьте, пожалуйста, фонарик. Огонёк слева от нашего чата. Да, попала я, видимо, в тему. Ух ты, тут у нас ещё и в чате огоньки. То есть мы проговорим про самообслуживание, но вот эта модель, она переносима на всё. То есть с помощью этой модели мы можем формировать поведенческие сценарии. С помощью этой модели мы можем формировать трудовые навыки, навыки, допустим, нахождение в городе и так далее, и так далее. Давайте посмотрим на самообслуживание, тем более, что огонёчков у нас много. Если тема актуальна, посмотрите, пожалуйста, книжку, которая называется «Путь к независимости». Она посвящена как раз обучению детей с особенностями бытовым навыкам. Но и в этой книге есть основные принципы. Это опора на имеющиеся навыки, разделение навыка на элементарные операции, система поощрений и создание некой сцены, специальные условия для формирования навыков. Что такое разделение навыка на элементарные операции? Например, мы хотим, чтобы ребёнок научился убирать комнату. Тогда как это будет? Если мы скажем ребёнку с УВЗ «Убери комнату», он её не приберёт, потому что для него это слишком сложно. Тогда мы берём и уборку комнаты делим на отдельные навыки. Например, что такое убрать комнату? Это заправить постель, убрать мусор, прибрать игрушки и одежду и протереть пыль. Пусть будет вот так. Здесь уже становится понятнее. Но, допустим, даже навык «Заправить постель» мы можем ещё разделить на конкретные маленькие операции. То есть, например, заправить постель – это натянуть простыню, взбить подушку, расправить одеяло, положить покрывало. И что мы теперь будем делать? Например, в один из дней мы показываем ребёнку, как натянуть простыню. Когда он осваивает этот навык, мы учим его взбивать подушку. Когда простыня с подушкой готова, мы расправляем одеяло. Когда и с одеялом разобрались, положили покрывало, и затем это всё формируется в один навык. То есть, после этого, после череды разных многих повторений мы просим ребёнка заправить постель и проверяем, автоматизм сложился или нет. Если не сложился, ещё парочку сотен повторений, да, утрирую, но иногда так тоже бывает. И после этого снова проверяем на автоматизм. За что спасибо большое. Интересно, да, вот этот вот алгоритм. Я им сама пользуюсь, и он, да, он действительно помогает. Итак, алгоритм работы у нас такой, с любым навыком. Сначала диагностика навыков, то есть, что может, что не может. Потом выбор навыка, который будет отрабатываться. Потом мы его делим на элементарные операции. Проверяем базовые навыки, выбираем стратегии работы и способ поощрения. Ну и понятно, что иногда даже на тени простыню очень сложно, и нам приходится ребёнку помогать. Как мы можем помочь ребёнку? Это может быть демонстрация навыка, да, мы сначала показываем, как это, а потом говорим, давай сам. Это могут быть совместные с ребёнком действия, то есть что-то делаете вы, что-то ребёнок, а может быть и в сложном случае это может быть инверсия. Когда вы выполняете все этапы работы, ребёнок делает последний. То есть вы натянули простынку, он там уголочек немножко поправил у неё, и всё, ай, какой ты молодец. В следующий раз он два уголочка поправит, в следующий раз три, а в четвёртый сам простынку расправит. Ну вот примерно так вот. Если понятно, поставьте плюсик. Ну и чтобы вот все эти навыки нарастить, нужна ещё система контроля. Она очень сильно нужна, когда мы какой-то навык у ребёнка воспитываем. Почему? Дело в том, что та структура мозга, которая отвечает за волю, за развитие воли, она мало того, что вообще у всех детей созревает довольно поздно, и её нужно дополнительно ещё стимулировать. А у детей с ОВЗ она может ещё и запоздать в своём развитии, потому что с точки зрения выживания организма, она не самая главная и снабжается кровью полезными веществами уже по остаточному принципу. То есть у детей с ОВЗ очень часто слабая воля, и это мешает ребёнку нарастить какой-то навык у себя. Всё, спасибо за плюсики, я поняла. Поэтому мы можем стать своей его волей и какое-то время говорить. Ну, например, так, а сейчас ты заправляешь кровать, так, а сейчас ты идёшь в школу, сейчас ты раскладываешь тетрадки на столе. Но, во-первых, у нас этого ресурса мало указывать, а во-вторых, когда ребёнок подрастает, и ему хочется быть самостоятельным, а он не может, потому что ещё воля не выросла, начинаются внутренние конфликты, а то и внешние конфликты с вами. То есть, может быть, вы это замечали, если замечали, можете даже в чате написать. Когда вы что-то говорите ребёнку, он хоть и понимает, что это нужно сделать, но начинает упрямиться, потому что это вы сказали ему, а не он сам так решил. Поэтому мы делаем некую замену, такой своеобразный костыль для воли и вводим разнообразные системы контроля. Ну и, честно говоря, если у вас инклюзивная группа, вот эти системы контроля норматипичным детям вообще не помешают, потому что, что касается воли у современных детей, то она у всех запаздывает, и она очень плохо тренируется родителям. Вот. Что это такое? Это чек-листы. Вот как представлено, например, здесь. Здесь утренние дела, то есть встал с постели, постель заправил, поставил галочку, оделся, поставил галочку, причесался, поставил галочку и так далее. И каждый день недели ставятся галочки. Если все хорошо прошло, если галочки везде стоят, тогда ребенок получает какое-то поощрение, не обязательно это будет материальное поощрение, может быть, и какую-то привилегию, которая ему дается родителям. Ну, например, прогулка с родителями, может быть, посиделки в кафе, может быть, еще что-то, что ребенку очень приятно. Ну, поход на спортивное мероприятие, в детский парк какой-нибудь и так далее. Вот, можно делать чек-листы, можно делать рутины, вот как вариант справа, вечерняя рутина. То есть, что, зачем нужно делать, чтобы хорошо прошел вечер. Вот, в детских садах и школах это тоже вполне применимо. И сейчас покажу, как это можно сделать. Через минутку покажу, а сейчас это вот такой лист контроля, который именно для нас нужен, вот этот лист. Смотрите, когда вы какой-то навык у ребенка воссоздаете, то вам очень нужно контролировать, а что было, а что нет. Потому что, когда мы делим навык на вот такие мелкие дела, с одной стороны, ребенку хорошо он по отдельности все навыки простраивает, а с другой стороны контролировать неудобно. И вот вам, как образец, такой лист контроля, и его можно применять не только к уборке помещения, допустим, но и к формированию любых других навыков. Ну и да, иногда приходится делать и вот такие вещи, потому что, я точно знаю, коллеги дают обратную связь, потому что иногда нужно и вот такие вот вещи в туалете повесить, в туалетной комнате, чтобы ребенок учился быть опрятным. И вот очень удобное для детских садов и для школ, где у вас каждый день меняется что-то, это вот такое визуальное расписание. Это фланеллиграф или магнитная доска. Я знаю, что есть продажи такие готовые, магнитная доска с картинками для визуального расписания. Но в то же время вы можете приспокойненько сделать это самостоятельно с помощью картона, бумаги с распечатками, может быть, ленты Вилкро, то, что называется в народе липучкой, и обычной фланелевой досочкой, покрытой фланелью. И еще одна очень интересная вещь, которую я тоже, честно говоря, начала использовать и на нормотипичных детей, потому что границы иногда стираются. И бывает так, что, к примеру, ребенок, он очень умный, интеллектуально развитый, но социальные навыки на уровне двухлетки и тоже приходится воспитывать. Что такое социальная история? Это когда мы ребенку очень подробно рассказываем о как себя вести в разных ситуациях. И не только рассказываем, а еще и показываем на картинках, потому что у деток с ОВЗ, у многих категорий детей с ОВЗ, визуальный канал работает лучше, чем аудиальный. И если вы будете говорить, просто говорить, то информация зайдет в одно ухо и улетит из другого, а если вы предоставите вот такие картинки, то что-то уцелеет. А если еще они будут везде развешаны, то тогда точно информации много сохранится. Ну вот, например, достаточно актуальная для деток с ОВЗ социальная история, кого я могу целовать. Есть такие дети, их много, которые не признают никаких границ, но они их просто не чувствуют ни в какой мере. И поэтому они могут подбежать, обнять, поцеловать, потискать воспитателя, педагога. И то же самое они могут от доброты душевной применять другим детям. В результате они иногда получают тумаки, потому что другим детям не нравится, когда к ним подбегают и целуют. И понять они ничего не могут. Поэтому вот такая социальная история. Кого можно целовать? И четко расписано. Можно поцеловать маму, можно поцеловать папу. А в школе целоваться нельзя. И конкретно я не целую учителей, я не целую друзей, тем более я не целую девочек. Ну и так далее. Все расписано. Как можно общаться? Какое расстояние выдерживать до другого человека, чтобы ему было комфортно? Как можно, если очень хочется поцеловаться, что можно попросить? Можно тебя поцеловать? Ну иногда разрешают. Да, там в виде исключения. И так далее. То есть мы ребенку даем пошаговую схему, как вот этот навык сохранения границ у себя развить. Ну или как вести себя в столовой. Вот честно, норматификов тоже очень хорошо. Как приходим вовремя, моем руки, стоим в очереди, кушаем, вытираемся салфеткой. Если все сделал, я молодец. То есть вы, наверное, заметили, что в социальных историях последний кадр, тоже последняя картинка. Я все сделал правильно, я молодец. То есть сам все сделал, сам себя похвалил, умница. Ну вот еще парочка историй, а тоже на такие очень важные и популярные темы. Как вести себя с незнакомцами, например, что делать, если разозлился, тоже актуальненько, да, потому что дети с УВЗ не контролируют свой гнев часто. А вот здесь пожалуйста. Иногда я злюсь, так бывает. Можно, конечно, не злиться, но так иногда случается. Что можно сделать? Что нельзя сделать? Драться нельзя, стульями кидаться нельзя, нужно успокоиться, хорошо подышать, побить подушку или обнять подушку, выйти на улицу, попить водички, позвать на помощь, потом прийти и договориться. Вот такие вот варианты. Их в сети много, то есть если вы наберете в поисковике социальные истории, вы точно найдете то, что вам нужно. Хорошо, что полезная информация, я очень рада. Ну и чек-лист наставника жизни, это тоже информация из книги, которую я ранее там показывала, что это то, как вы себя оцениваете, то есть вы над чем-то работали, например, у ребенка сформированы эти навыки, вы молодец, навыки соответствуют уровню развития ребенка, ребенку легко пользоваться предложенными материалами, нет отвлекающих факторов, то есть когда вы обучаете, вы обучаете в спокойной обстановке, ребенок понимает ваши указания, вы говорите простым языком, вы помогаете ребенку при возникновении трудностей, вам нравится заниматься с ребенком, вы хвалите ребенка за старание и поощрение ребенку нравится. То есть поэтому чек-листу, если честно, очень хорошо себя контролировать, когда что-то идет не так. То есть если работаешь-работаешь, а ничего не получается, тогда берется вот этот чек-лист, что не то? А, вот, наверное, материалы слишком сложные. Или что не то? Ага, он вчера сделал, я его не похвалила. И так вот проверить очень легко свою работу. Ну и осталось совсем немножко времени, и я хочу вам рассказать про инклюзивные мероприятия, потому что это такой финальный, наверное, этап социализации. Конечно, сначала мы долго обучаем базовым навыкам, поведенческим навыкам, но вот приходит то время, когда ребенка нужно уже выводить в свет, и инклюзивное мероприятие – это очень хороший способ ребенка познакомить с реальной жизнью. Это может быть любое мероприятие, и их сейчас происходит много. В Екатеринбурге у нас тоже их много происходит. Ну и да, я наблюдала это не совсем со стороны, потому что я очень в теме в этой, поскольку у меня тоже есть особый ребенок, свой собственный. Да, разные мероприятия, и в этом пространстве есть люди не только с ОВЗ инвалидностью, но и самые обычные нормотипичные люди. Что это может быть? Это могут быть какие-то культурные мероприятия, например, концерты, конкурсы, выставки картин, фестивали, праздники, лекции, просмотры фильмов, куда собираются все люди, и там, где есть доступ людям с любыми особенностями. Это могут быть спортивные, и, например, веселые старты, спартакиады, что-то связанное с ЛФК, сейчас очень популярно, йога, пилаты с разнообразной мягкой практикой и плаванием. Развлекательные мероприятия – это летние сборы, путешествия, экскурсии, праздники разнообразные. Ну, вот это фото с развлекательного мероприятия как раз с летних сборов детей и молодежи с ОВЗ. Вот, особый спорт, это реализуется у нас в Свердловской области. Ну, и вы, наверное, заметили сходство между мной и этим персонажем, да, это моя старшенькая. Вот. Смотрите, конкурсы, разнообразные конкурсы, например, «Минута славы». И здесь я тоже оставляю ссылку для того, чтобы вы посмотрели, как это устроено изнутри. Есть разные номинации, хореография, вокал, создание каких-то декоративных вещей, оригинальный жанр, художественное слово и так далее. И детки приезжают со всей области и выступают. Ну, и еще тоже оставляю ссылки, чтобы можно было посмотреть. Инклюзивный клуб, где можно собраться, поиграть в игры, поучаствовать в мероприятиях, сходить на какие-то прогулки, например. Вот. Разные такие варианты. Что нужно для того, чтобы провести инклюзивное мероприятие? Это дело хорошее, это дело необходимое. И сейчас, кроме всего прочего, можно на проведение таких мероприятий, обучающих циклов, еще чего-то связанного с инклюзией, получить грант от государства, потому что государство очень сильно поддерживает эти проекты. Ну, и это вполне реальные возможности. Вот. Что нужно для проведения? Подготовить площадку, установка указателей, навигация, то есть мы делаем среду, которая подходит. Специальное средство коммуникации, то есть это может быть большой экран, тифлопереводчик, субтитры и уровень подачи материала, который доступен для детей с ментальными нарушениями. То есть мы говорим так, чтобы всем было понятно. И мы обязательно, когда планируем мероприятие, думаем про безопасность, очень сильно думаем, чтобы не было громких звуков, ярких вспышек, которые могут спровоцировать эпилепсию. предусмотреть наличие тихой комнаты, если детки с аутизмом будут, ну и достаточное количество тьютеров и волонтеров для того, чтобы можно было каким-то образом помогать тем детям, тем людям, которые находятся на этой площадке. Вот. Готовимся к мероприятию тоже заранее. Знаете, везде есть, мне кажется, потому что, ну вот, когда собирала информацию, видела, что во всех, во всех городах, во всех республиках это присутствует. Ну вот у нас Березовский, это такой совсем маленький город, но тем не менее, там вот такая работа ведется. Спасибо им, конечно, большое. Вот. Подготовки. И, кстати, Елизавета, если у вас нет, тогда, может быть, вы с себя и начнете. Почему нет? Готовимся к мероприятию. Для начала собираем анкету для родителей, и вы тоже, если даже в детском саду или в школе проводите мероприятие, обязательно сделайте анкету. Там, где будут личные данные, там, где будет связь, и особенности ребенка, который придет на мероприятие. Вот все. Особенности отношения к людям. Может ли он себя обслужить? Какие могут быть чрезвычайные ситуации? Ну, тот же приступ эпилепсии, например, да, и чтобы вы были к этому готовы. Ну, и перед тем, как вы делаете какое-то мероприятие, вы можете сделать рассылку социальных историй. Ну, например, перед тем, как мероприятие будет, вы высылаете такую вот вещь. Что это такое? Что за шум? Что случилось? А, это просто выставка, или, оказывается, мы идем в парк, и там есть люди, они шумят, но ничего страшного, потому что все равно там будет весело и интересно. А шум это не так страшно. Ну, и самое главное, что нужно помнить, это то, что мероприятие для ребенка, а не ребенок для мероприятия. Ну, я помню прекрасную картинку, которую я наблюдала в коррекционной школе, как девочка с аутизмом, в полном костюме феи, это пушистое платье, железные крылышки за спиной и корона на голове, просто билась в истерике, а ее удерживали, потому что это был утренник, а на утреннике положено веселиться. Вот. Кульминацией было появление Деда Мороза, после чего ребенка все-таки из зала унесли, потому что это был очень страшный страх, это был огромный испуг, ну, и для чего все это нужно было для девочки или для мамы, вот, мне до сих пор непонятно. К сожалению, таких ситуаций много у нас. Так, секундочку. Ну, и на этом... Здесь уже у меня повторение почему-то пошло. На этом я, наверное, сегодня закончу. У нас осталось несколько минут для того, чтобы вы могли задать вопросы. Мы сегодня поговорили о том, что нужно сформировать, как сформировать через метод разделения навыка на отдельные составляющие, через социальную историю, через графику. Ну, и еще поговорили про то, как организовать мероприятие. Хорошо, что понравилось. Есть ли вопросы? Еще в вопросах вопросы. Так. Вопросов нету. Видимо, вопросов нет у нас. Если вопросов нету, тогда я передаю слово... Секундочку. Так. Передаю слово Татьяне Викторовне. Так. Так. В личных сообщениях тоже благодарности, вопросов нет. Тогда, наверное, все. Вопросов, если нету, я заканчиваю выступлением. Всего вам доброго. Приходите на вебинары и передаю слово Татьяне Викторовне.